здравствуйте дорогие друзья хочу показать вам как я делаю заготовки для 3d моделирования корпусов изначально я использовал пластилин жесткий там есть три градации насколько помню мягкий средний жесткий вот я использую жесткий потому что он держит форму более-менее хорошо одержать нужно много формы потому что нужно удержать вес руки при тестировании не деформироваться в процессе я возьму туда кейкапы вместе со свечами потому что мне было важно то как будет двигаться кейкап по какой траектории нужно было подстраивать буквально каждый не идеально но во всяком случае это дало приближение максимально к тому что я хочу возможно еще будет итерации но по крайней мере меньше будет промежуточных стадий между тем что сейчас будет и последующим после того как если вдруг захочу исправить какие-то наработки здесь добавить я использовал свои кейкапы потом их свечи и потом их отмывал спиртом в принципе если вы не хотите этим заморачиваться вы можете купить дешевые свечи линейные максимально дешевые их воткнуть и возможно выкинуть уже вместе со всем этим пластилином после того как она отработает свое я использовал также трекбол чтобы понимать как мне его будет как он будет доступен для меня и также вот есть возможно некоторых кадрах увидите вот здесь прорези это будут клавиши для эмуляции ну для мышь мышей короче для мыши я решил использовать переключатели для для мышки и они будут встроены в корпус дело в том что в своей второй итерации корпуса я использую клавиши клавиатуры в качестве кнопок для мыши но у них высокий ход и большое сопротивление поэтому за целый день кликания по этим кнопкам пальцы устают поэтому хочу им строить клавиши мыши заодно в корпус я попытался сфотографировать с дальнофокусного объектива использую свою технику но если у вас такой техники нет попытайтесь раздобыть друзей или взять в аренду если у вас тоже есть своя фототехника зум возможно какой-либо со старой мыльницы может где-то завалялся у вас забытый фотоаппарат вот но чем больше зум тем лучше то есть нужно отойти по максимум насколько позволяет квартира и сделать максимальный зум и сфотографировать чтобы уменьшить искажение рыбьего глаза которые обычно есть в фотокамерах смартфонов и если у вас все-таки нету то тогда лучше взять в аренду или попросить у друзей вы так тем самым уменьшите себе проблем также рекомендую фотографировать со штатива или с какой-либо фиксированной поверхности и нажимать спуск затвора только если он у вас плохо закреплен только удаленно то есть либо с помощью программы если у вас фотоаппарат позволяет такое сделать либо там с помощью какого-то bluetooth кнопки ну в общем любые варианты хороши главное продумать изначально так чтобы не добавлять себе работы в будущем и сфотографировал я на фанере то есть изначально моделировал я на фанере чтобы иметь возможность выровнять это относительно стола на котором происходит фотографирование когда возможно чтобы добраться до внутренних рядов и так но кнопок клавиши вам нужно срезать будет несколько колонок или рядов и чтобы дальнейшем фотографировать со всех углов и не терять как бы перспективу не искажалось и не было не было максимизировать погрешности для этого лучше вот иметь какую-то прямоугольную поверхность чтобы по ней уже как бы выравнивать со всех углов на каждый на каждом срезе если у вас такие будут срезы я же сделал свою очередь да и фотографировал также со всех сторон максимально чтобы уменьшить себе работу еще рекомендую воткнуть какую-нибудь линейку или другой другой какой-то рефересный объект линейка будет проще то есть под углом от 45 градусов чтобы она была видна с обоих углов но с обоих сторон проекции сбоку и спереди и сзади вот то есть под 45 градусов втыкаете ее куда вам не жалко чтобы не испортить основные элементы вашего будущего корпуса и с ним фотографируйте либо ставьте статуэтки какие-нибудь игрушки что-нибудь что можно поверх даже вот подставки поставить лишь бы она как бы стала опорой то есть зафиксировать ее нужно хорошо чтобы она там не болталась иначе относительно нее будет все криво если она сама будет шевелиться пока вы вращаете объект что еще могу сказать ну в целом я совмещал их все эти кадры фотошопе скажем покажу пример беру 50 процентов прозрачности совмещаю и в любом случае у вас будут такие вот погрешности если вы не фотографируете со штатива и даже если вы будете двигать клавиатуру вращать ее под 90 градусов у вас тоже могут возникнуть такие проблемы поэтому заранее приготовьте что не будет прям ювелирной точности то есть в принципе этого уже достаточно для того чтобы смоделировать себе корпус там в один миллиметр не критично если у вас нету как бы скажем так установки на полную повторяемость и если у вас нету каких-то крайних клавиш которые до которых вам тяжело тянутся и там миллиметр уже решают поэтому в этом случае в моем я лично мне не будет проблем такие колебания корпуса я все равно буду усреднять буду между всеми видами находить компромисс и это надеюсь и будет той самой центральной точкой средней температуры по больнице так и вот у меня есть все виды справа слева сверху с ней сверху спереди сзади сверху у меня отдельный вид я его не буду использовать для моделирования потому чисто исключительно для подставки может быть просто там были перспективные искажения трудно совместить ортогональность 90 углы 90 градусов особенно там камеру трудно грубо говоря спозиционировать ровно над клавиатурой так чтобы не было искажений поэтому я буду использовать ее только для подставки ну и фотографировал я сразу raw формат чтобы иметь возможность выжать экспозицию по максимуму и уже на там высветлить темные детали потому что объектив обычно максимальном зуме то есть на большом фокусном расстоянии он темнит туда проникает мало света и даже дорогой техники это тоже постоянная болячка поэтому заранее приготовьтесь что лучше снимать так чтобы иметь возможность потом вытянуть кривые экспозиции без потери качества то есть 16 бит raw формат они имеют гораздо больше данных можно вытянуть при работе с экспозицией ну и что еще скажу скажу ну я вот использую здесь максимальная sharp то есть перешарп мне это ничего не нужно никакого статического вида я исключительно для утилитарных намерения использую это все эти фотографии после того как экспортнул это все в чпек у меня есть там нумерование вот от 0 1 2 3 то есть сколько видов которые мне там я нафотографировал я не не стремился сделать одинаковое количество каждой стороны вот и создал я 4 камеры позже создам вид сверху и для каждого из вида я создал имидж плейн такой который будет максимально соответствовать масштабу то есть я здесь некоторые имидж плейны соскейлил то есть у меня здесь изначально не все выровнено было в фотошопе у меня выровнены были между собой конкретный вид то есть вот допустим вид справа я стремился выровнять да а вид право и лево я уже не так особо стремился там выравнивать я уже это делаю здесь в этой программе используют моделирование с помощью полигонов не очень люблю я norp surface это вот норпс поверхности которые обычно там используется в фьюжн и других программах которых создается такой вау-эффект когда вы там можете легко сделать булевые операции выдрать какой-то кусок соединить две трудные детали между собой и они плавно сойдутся но контроль над тем как они сойдутся уже будет сложнее осуществить с помощью вот таких вот интерполяций то есть вот это вот точки которые основные за которые тянется геометрия она очень интерполирована и вы не получаете того самого контроля который вы получаете с полигональным моделированием но тем не менее если вы хотите большего контроля вы соответственно добавляете там новые ребра и уже там плотность приближается к плотности полигонов то есть разница между ними нивелируется здесь я использовал референсной точкой то есть вместо всякой линейки игрушек и прочих объектов которые бы позволили совместить все четыре вида я использовал шар вот не самый возможный идеальный момент потому что шар имеет тоже может быть погрешности то есть относительно его если я там ошиблю ошибусь на небольшую величину то с края я уже ошибусь сильно то есть я себе работы добавил тем самым что не добавил никакого объекта референсного вам я рекомендую все же этого не делать вы можете фоном вот у меня на фоне там какая-то коробка на фоне можете тоже линейку воткнуть если она не будет шевелиться и просто фотографировать вращая сам объект чтобы камеру боком там одним другим и все новая линейка будет где-то на фоне одна и та же вот что еще могу добавить ну вот я разнес их по сторонам сделал полупрозрачными чтобы они сквозь них можно было видеть объекты и клавиатуру которые буду моделировать разнес их по сторонам чтобы иметь возможность доступа к модели то есть есть разные техники моделирования по таким image plane то есть например есть люди которые предпочитают брать такие полигоны вращать на 90 градусов их так вращают тоже то есть у них есть как бы все плоскости которые нужно и они вот так размещают рисунки рисунок и объект тут находится в таком месте но немножко мне замусыливает взгляд вот эти вот полигоны то есть даже если они сделают их полупрозрачными там они все равно будут не давать возможность подступиться к модели рассмотрите со всех сторон я могу вот эти вот полигоны раз ну вот эти по имидж плейны разнести как можно дальше друг от друга и тем не менее иметь возможность все равно и вот переключившись в ортогональный вид буду иметь возможность рассмотреть ее и в 3d и сквозь image plane если я хочу каким-либо образом там моделить ориентируясь на фотографию почему я переименовал их с индексами вот у меня в my это требование такое для image sequence то есть для секвенции изображений если есть цифра с точкой то после названия то он считает это как кадр я выбираю например здесь image plane ставлю use image sequence и каждый из видов у меня теперь имеет переключение по кадрам то есть вот сколько я там нарезал и сфотографировал из определенного вида то есть мне с этого вида нужно было по максимуму с другого вид блока у меня всего два кадра я переключаясь по временной шкале могу тем самым как бы менять вид и смотреть как там оно менялось с разными так тут у меня что-то съехало надо будет подправить ну и вот когда я буду моделировать я уже буду ориентироваться на каждый из видов смотреть где есть расхождение выравнивать их находить компромисса то есть это не такой постоянный процесс тут уже сложно попасть идеально четко то есть можно конечно уменьшить эти колебания за счет штатива и одинаковых условий но там нужно очень все четко выставить себя в голове план действий и его придерживаться так ну и пожалуй все на следующем видео я буду уже показывать как я моделирую корпус какие заготовки делаю для уже для свечей кейкапов и прочих чтобы моделировать именно в прежде очередь место контакта то есть для меня первичнее и важнее всего именно площадь где будет палец контактировать с кейкапом то есть я даже у меня будут другие кейкапы но я буду ориентироваться вот именно на эти грани которые будут с которыми палец будет соприкасаться с каждым с каждой клавишей также мне важно клавиши мыши там я их уже выровнял для себя и площадь контакта запястья с подставкой также еще трекбол вот все эти места мне нужно будет повторить в 3d остальное уже не важно то есть я могу в целом наклонить всю эту потом конструкцию под углом чтобы у меня был тентинг для того чтобы не было короче говоря чтобы удобнее было печатать мне лично удобнее с тентингом кому-то не очень удобно то есть если у вас без тентинга еще можно уменьшить площади ну то есть объем этого всего корпуса до самой нижней точкой это именно вот этот вот там кластер но даже можно его и повернуть будет если что то есть в принципе из-за того что там кластер это небольшой угол имеет относительно основного блока у вас все равно будет небольшой тентинг вот так что в следующем видео встретимся на стадии моделирования всем спасибо и удачи в клавиатуростроении пока 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 пока